Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Добрый день. В ближайшее время в Санкт-Петербурге пройдут дни Хабаровского края. Какова программа этого мероприятия и какие цели преследует наш регион? Да, действительно, мы уже почти закончили подготовку дням Хабаровского края в Санкт-Петербурге. Я два таких серьезных основания выдвинул. Во-первых, у нас есть соглашение с Санкт-Петербургом о торгово-экономическом, научно-техническом. Длинное название. Есть соглашение о сотрудничестве, которое мы заключили до 2015 года. Подписали наши губернаторы. Поэтому в рамках этого соглашения целый блок мероприятий, по которым мы сотрудничаем. Это во-первых. Во-вторых, в прошлом году, если вы помните, состоялись дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае. Причем они состоялись в нелегкое для нас время, когда было как раз наводнение. И мы тоже оценили работу администрации Санкт-Петербурга, правительства точнее, что они именно в такие дни согласились, тем не менее, и хорошо, продуктивно поработали. Поэтому два таких вот серьезных основания. Ну а то, что касается задач и целей, то они многоплановые. Программа форума, ну основная она будет состоять из двух дней. Кому интересно, это будет 5-6 июня. Возглавлять делегацию будет губернатор Хабаровского края. Ну со стороны Санкт-Петербурга будет губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. То есть очень плодная программа. Наши делегации комплексные и государственные служащие, члены правительства, представители компаний, представители образовательных, медицинских, культурных учреждений. Дальше, но из важных блоков этой программы, собственно, ну ради чего мы что ли едем в таком конструктивном плане, это те вопросы, которые мы хотим там рассмотреть. Может ли какие-то конкретные проекты, может быть, представлены потенциальным инвесторам? Ну Санкт-Петербург это, ну это северная столица Российской Федерации, это крупнейший культурный центр, признанный, да, это мы знаем. Но это все-таки серьезный промышленный и финансовый центр страны. Причем промышленность очень неплохо представлена в Санкт-Петербурге, на удивление. То есть обычно столица это услуги, а здесь серьезный блок занимает именно промышленные предприятия, причем оборонно-промышленного комплекса, почему нам там интересно в том числе побывать. А с другой стороны Санкт-Петербург это серьезные технологии работы и управления. И здесь мы как раз хотели бы поучиться реальному практическому опыту. Ну как этого можно научиться за два дня, ну конечно сложновато, сами это понимаете. Основной формат работы это круглые столы. Мы предусмотрели и согласовали с правительством Санкт-Петербурга проведение восьми круглых столов. Ну тоже немало. Конечно они будут идти параллельно, потому что мы хорошо бы последовать, но не получается. И какие сферы они будут затрагивать? Сферу здравоохранения. Выбрали тему. Наш министр здравоохранения Александр Валентинович решил поработать с Санкт-Петербургом по вопросу младенческой смертности. Есть ли у нас такая проблема? И он хотел бы здесь опыт своих коллег поизучать. То, что касается допустим малого и среднего предпринимательства. То есть широкий круг вопросов связанный с развитием инфраструктуры поддержки. Ну здесь надо сказать, что нам есть что рассказать и показать. Я думаю, Санкт-Петербургу будет интересно. Ну и у Санкт-Петербурга, мы знаем, тоже есть очень серьезные наработки в этом направлении. Энергетика. Энергетика у нас представители и компании нашей, дальневосточные генерирующие компании будут, и экспорты будут. Вопрос жилищно-коммунального хозяйства. Ну это вопрос, как говорится, на все времена и века. Очень широкая тема. Но мы решили выбрать тематику нового закона о ремонте МКД. Многоквартирных домов. Здесь очень много вопросов, и нам интересно. И я думаю, и уверен, что и в Санкт-Петербургу интересно, как мы подходим к вопросу создания регионального оператора. Как мы строим финансовую систему. Это очень серьезный вопрос. Вопросы образования. Мы хотели здесь посмотреть опыт Санкт-Петербурга в отношении профессионального образования. Как они подходят к кадрам. Как они определяют потребность. Как они взаимодействуют. Это очень серьезный вопрос. Вопросы туризма. Но, как говорится, без комментариев. Вот такие основные круглые столы мы будем. Но, тем не менее, регионы очень разные. Вы с этим согласитесь. И как опыт Санкт-Петербурга может быть применим в Хабаровском крае? Я уже сказал, для чего мы проводим круглые столы. Первая центральная задача – это обменяться опытом, то есть реальными технологиями, управлениями и практиками лучшего управления. Это то, что в первую очередь мы хотели. Второе – это практическая составляющая, которая касается контактов бизнеса. Кстати говоря, в рамках Дней Хабаровского края состоится подписание соглашения между Дальневосточной торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга. Но это не техническое мероприятие и не парадное. То есть мы везем ряд наших бизнесменов. Порядка 30 человек с нами едут. То есть там состоится биржа деловых контактов. И мы надеемся, что это будет закончиться определенными, ну как минимум торговыми контактами. Но ставим задачу, чтобы что-то было в сфере инвестиций. По промышленности. По промышленности, особенно по оборонно-промышленным предприятиям, в частности судостроения. Ну Санкт-Петербург – это вообще один из центров судостроения Российской Федерации. Там несколько заводов работают. Они строят суда как для военно-морского флота, так и для гражданских суда. И там очень сильные научные коллективы и конструкторские бюро, которые нарабатывают проекты для наших судостроительных предприятий. Амурского судостроительного завода, Хабаровского судостроительного завода. В частности, такое очень известное конструкторское бюро «Алмаз». Кстати говоря, запланирована встреча Вячеслава Ивановича с руководителем этого конструкторского бюро. И вот все основные проекты, военные, которые идут по Амурскому судостроительному заводу, они как раз все проекты Санкт-Петербурга и в том числе «Алмазы». То на нашем Хабаровском судостроительном заводе заложены гражданские суда на воздушной подушке. И недавно заложили высокоскоростное гражданское судно. Тоже проекты делают именно специалисты Санкт-Петербурга. Поэтому здесь прямые контакты. Недавно в Санкт-Петербурге также прошел Международный экономический форум, где один из проектов Хабаровского края получил очень высокую оценку, премию развития. Расскажите, насколько это престижная оценка и что это за проект? Конечно, престижная. Четыре лауреата всего. Да, насколько я знаю, там в номинациях разыгрывалась, ну или рассматривала конкурсная комиссия, внешнеэкономбанка, порядка там свыше ста проектов. И то, что наш проект ООО «Даль-Леспрома», это проект в городе Амурске по глубокой переработке древесины, вот завевал эту престижную премию развития. Ну это само по себе приятно. Во-вторых, это действительно результат, и то, что мы последовательно в протяжении нескольких лет двигаем направление именно переработки леса, такой глубокой переработки. Предприятие «Даль-Леспром» при этом привлекло финансирование российско-китайского фонда прямых инвестиций. То есть это такой комплексный многосторонний проект, он, мне кажется, заслуженно победил. Еще одно, кстати, мероприятие, которое я хотел бы отметить из программы Санкт-Петербурга, это подведение итогов пилотного, правда, этапа по инвестиционному рейтингу регионов. Такой рейтинг составляется по поручению президента Российской Федерации. Работу как раз курирует помощник президента Андрей Белоусов. Всего отобрано в качестве пилотов 22 региона. С Дальнего Востока три, Приморский край, Республика Саха-Якутия и Хабаровский край. Сложная тема, сразу могу сказать, но те итоги, которые были объявлены, для Хабаровского края мы считаем они обнадеживающие. То есть мы попали всего в пять таких групп регионов. Первая – это наивысший рейтинг, пятая – наихудшая. Мы попали в четвертую группу на 17-й позиции, но среди дальневосточников мы зато первые. Мы понимаем общие проблемы Дальнего Востока, не случайно столько внимания нашему региону уделяется. И то, что мы все-таки в рамках пилота, он впереди наших соседей, это отрадно. Но с другой стороны, то, что только четвертая группа, мы понимаем, сколько нам надо работать. Ну вот вы уже заговорили об инвестиционной привлекательности. Если говорить о Хабаровском крае, о других регионах Дальнего Востока, вот в чем сильная сторона нашего региона? – Сильная сторона нашего региона первая – это, конечно, история, наработанный потенциал. То есть спасибо нашим потомкам, спасибо, не побоюсь этого слова, советской власти, что здесь был создан мощный промышленный потенциал. Обычно Дальний Восток связывают с сырьем. У нас тоже в крае есть сырье, но оно не является доминирующим. То есть все-таки у нас обрабатывающая промышленность. И сейчас, если так, по цифрам, ну 60% промышленного производства, именно обрабатывающего производства, нефтепереработка, лесопереработка, металлургия, ну, предприятия авиасудостроения. Это наш профиль, и мы по нему будем продолжать работать. Еще важные преимущества – мы находимся, так сказать, географически и экономически, как определенный транзитный узел. То есть мы видим, как нарастают грузообороты через нашу территорию. Да, они имеют стратегическое направление на экспорт, но, с другой стороны, для нас это создает потенциал вклиниться в этот поток с переработкой и получить, ну, конечно, надо работать, получить определенную добавленную стоимость, доходы, занятость и так далее. Поэтому, вот, это одно из таких ключевых преимуществ, я еще раз повторяю, наша промышленность, причем высокотехнологичная, то есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, они сейчас просто переживают новое рождение, да. Мы видим, что наше головное предприятие – это Комсомольский на море авиационный завод, он просто загружен, полностью загружен. То есть он уже отдает объемы работы в другие регионы. Ну и по судостроению прошли очень важные решения, вот, при поддержке вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина, Минобороны, Минпромторга Российской Федерации, поэтому положение в судостроении будет, конечно, улучшаться, но надо держать руку на пульсе, и губернатор Край в этом смысле выдал целый пакет поручений, поэтому задачу знаем. Есть ли сейчас какие-то конкретные планы по сотрудничеству с другими регионами, такому же тесному? Ну, хороший вопрос. Не могу вспомнить, сколько у нас таких вот соглашений заключено. Ну, немало. Всего у нас 85 сейчас субъектов Российской Федерации. Кстати говоря, Вячеслав Иванович дал задание проработать вопрос заключения соглашения с одним из городов Крыма, может быть, это будет Евпатория, ну, я не хочу так четко говорить, то есть как план Евпатория, так слово пришлось. Есть у нас соглашение с Москвой, со многими другими регионами. Недавно мы заключили соглашение с Новосибирской областью. Сейчас вот Вячеслав Иванович дал задание проработать соглашение с Татарстаном. Все это у нас один из передовиков среди субъектов Российской Федерации. Есть чему поучиться у них, и самое главное, у них мощный, действительно, мощный промышленный потенциал. С соседями нашими мы сотрудничаем, и с Сахалинской областью, и с Приморским краем, и с Еврейской автономной областью, и с Амурской областью, с Республикой Саха и Путия, со всеми. Ну, вот если про Крым говорить, вот в чем интерес может быть для Хабаровского края в Крыму? Ну, во-первых, это... Мы, конечно, полностью поддерживаем решение президента Российской Федерации и обеих палат федерального собрания. И просто по-настоящему рады, что такое состоялось. Просто была историческая несправедливость. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, помимо таких, ну, что ли, побратимских связей, мы хотели бы найти некую экономическую базу. Думается, что она там есть, там уже у нас, так сказать, делегация побывала, посмотрела, что там есть. Ну, сложная ситуация в самом городе, имеется в виду, и в Паторе. Во-первых, им нужна помощь и поддержка такая, знаете, управленческая. Ну, это было другое государство. Теперь они быстро интегрируются во всю нашу систему. Здесь надо им помочь, конечно, и по материально-технической базе. Они поставили вопросы. Сейчас мы это все прорабатываем, и я думаю, что это запустим. Ну, и вот мы знаем, чем гордится Крым. Это своим рекреационным, таким туристическим потенциалом. Ну, почему бы нам, дальневосточникам и боровчанам, им не воспользоваться? Правильно? Конечно. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Да, конечно.